Готов ли я? На самом деле, как устроено человеческое сознание? Я думаю, оно устроено так, что мы склонны сну оценивать свою греховность. Я вот так ощущаю себя. Здесь-то я еще не выяснил, а вот таких я обидел, они ушли из церкви. Примерно такие вещи я ощущаю про себя. И то, в чем можно покаяться, ребята, кайтесь, пока не поздно. Ну правда, вы же знаете, вы читаете эту Библию. Если вы тормозитесь непокаянными грехами, как вы Богу об этом, что будете рассказывать вообще? То есть вы же знаете, это простые вещи. Поэтому спокойненько выпишите так, там грехи все по галатам просканируйте. И просто конкретно посоветуйте еще со стороны, что о вас люди думают. И после этого вы поймете ваш план на следующий месяц. Духовный план АМИ. Но есть вещи, которые, ну вот я не могу сейчас уже с этим разобраться. И это, я вам скажу, такой путь. Все, что вы можете сделать, делать. Но есть вещи, которые вы не можете делать, но тогда нам надо уповать на милость Божья. И не быть, вы знаете, как один человек, который прикрывался одним отрывком, всякий, кто призывает имя Господне спасется. Вот такой еще был у меня знакомый. Просто он грешил, как хотел. Вот есть же отрывок. Я Господне имя призываю, я буду спасен. Но мы понимаем, что это не так. Какой путь я избрал на самом деле, это очень помогает. Когда ты настолько наполнен Богом, что вот эти все мысли, они тебя на самом деле оставляют. И ты понимаешь, что у тебя наступает состояние дерзновения в вере. Понимаете? То есть вот ты понимаешь, я человек, я часть царственного священства. Я призван в удел. Я все, я сын Божий, мне все прощено. И тогда у тебя есть силы все это преодолевать, и ты практически не грешишь, и ты летишь, Марьян. Небесная трава это для тебя. Хорошо? Вот. Друзья мои, вот сейчас вот примерно вот такое состояние. Мне просто, слава Богу, удалось бросить пить. Мне, слава Богу, удалось помириться с людьми. Это основные мои сложности. Может, посмотрите про себя, что у вас, что у вас держит все еще. В чем надо покаяться. Потому что, понимаете, в чем проблема вот просто еще разок ученика. Ребята, у нас, вот у нас такая сложная ситуация у учеников. Знаете почему? Потому что в Библии говорится, лучше бы тебе не знать было веру в Бога, а потом ее предать. Да, да. Это правда. То есть, ну правда все. Мы уже, как бы, грубо говоря, все, мы уже знаем. И сейчас, как бы, ты ушел уже, ну на тебя уже ответственность возлагается дополнительная. В Библии написано, а кто вот, например, не знал, но не будут судимы, как незнамые, да, незнающие. А мы уже знаем. Поэтому здесь, я не хочу как-то сгущать краски, но к чему я веду? К тому, что, секундочку. Что, ну фактически, вот лучше было бы нам не знать Христа. Проще было бы жить. А сейчас, когда ты в церкви, не можешь с грехами побороться. Тебе в два раза хуже, чем человеку, который не знает Христа и грешит. Понимаете, о чем я такую идею хочу, да? Да, ребята, это правда. Вот я просто вам так же скажу, например, вот человек худеющий. Вот человек худеющий. Хороший это пример. Сейчас вы поймете тебя тоже, Володя, да. Ну ты же худеющий. Вот. То есть, соответственно... Ты худеющий. Смотрите, как устроен организм. Он... Хочет есть. Он, как бы, там отдельная личность живет внутри. И она такая думает, ну субличность ее назовем. Она смотрит на тебя, на твои решения. Например, Володя на какой-то системе, не знаю, кремлевская диета или кета диета там. Или Володя просто себя испытывает там голоданием, я не знаю. Вот. И, соответственно, то есть организм думает, так, у хозяина план. Окей, посмотрим, что он делает. А хозяин раз план бросил. Раз там позанимался два месяца и бросил. Или там, а нет, сейчас я буду там на какой-нибудь другой диете. И снова бросил. Знаете, что организм думать будет? Он говорит, у хозяина постоянные заскоки. Чтобы себя защитить. Дай-ка я наберу побольше жира. Пойду по жиру. Это реально так работает. Но если хозяин здравый, он выбрал свой путь, идет по нему. Да, могут быть какие-то отклонения, но он по нему идет. Организм думает, ну классно. Мне он стал понятен. Я ему буду помогать. Понимаете? И все будет классно. Это аналогия хорошей с духовной жизнью. Если у вас бам-бам-бам, вы рано ли фозму встанете, еще будет хуже. Но мы, как знаем, это так работает. Я не знаю, может, я что-то не то говорю, но мне кажется, так это работает. Вот. Потому что именно... Два минуса во Христе, это минус три получается, минус два. Но два плюса во Христе, это там плюс три, плюс четыре. Вот так это работает. Потому что это круто жить в черно-белом мире. Я так живу, это мне очень нравится. Все становится понятным и вдохновляющим. Друзья мои, но вот о чем говорил Иисус в отрывке Луки 17, 20, 21. Давайте вместе прочитаем этот отрывок. Очень классный отрывок по поводу, еще разок, где же нам все это начерпать, и чтобы укрепиться до конца. И тут написано в Луки 17, с 20 по 21 стих. Давайте вместе почитаем. Так, Луки... Почитайте, я не могу найти почему-то. Луки 17, 20, 21. Помогите мне, пожалуйста. Быв же спрошен фарисеями, этот отрывок? А? Этот, да. 17, Луки, да, с 20 по 21. Да, Ален, прочитай, пожалуйста. Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им, не придет Царствие Божие приметным образом, и не скажет, вот оно здесь или вот там, ибо вот Царствие Божие внутри вас есть. Понимаете? То есть люди, вот Царствие... Так, а ну-ка, в эту церковь мы будем, а ну-ка, в другую мы сходим. А где вообще истина? И люди ищут почему-то во внутренних, во внешних вещах, а они внутри эти вещи. И они внутри эти вещи. Знаете, какой хороший анализатор вот этих внутренних вещей, что Царствие Божие вас вот оно рано наполнило, а потом оно вас будет переполнять. Я для себя вот сегодня прямо понял. А я подхожу, вот я раньше бы не так себя повел, подхожу я к человеку поздороваться. Ну, человек мне вот так и показывает. Мне вообще фиолетово. Меня Царствие Божие наполнило, я только любовью этого человека осмотрел, своей глубокой. Осмотрел. Все, понимаете? И ушел. А раньше бы я... Врезал бы на них. Ну, понимаете, такое тоже было. Поэтому, друзья, вот это во всем проявляется. Вот либо, вот так Бог совершенно, он написан, он не спешает со злом. Наши вот эти дети и злые, мы вообще без разницы. А вот когда мы наполнены, Царствие Божие внутри вас, вы из себя затопите. Вот просто простая вещь. Вы заквашиваете кого-то, или вас кто-то заквашивает. Понимаете, о чем я? И вот это хороший пример. Понимаете? То есть, если вы в слабости духовне, я понимаю, что люди, ну, вот я что-то вот сейчас меня другие заквашивают. Да, есть опять же профильное направление. Посмотрите по направлению. И дело, что вы кого-то заквашиваете, а кто-то вас заквашивает. И работаем над тем, где вас перезаквашивают. И вы, наоборот, вы должны заквашивать друг друга. Как интересно. Про заквашивание. Это реально тема выпусков. Друзья, я вообще, на самом деле, еще хотел отдельно гордиться, опять же, нашими подростками. И нашими взрослыми женщинами. Давайте все еще раз, как сильно поаплодируем, да? А мы такие здравые. Я вот разговариваю с одним подростком, я говорю, слушай, ну она еще не крестилась. Я говорю, ну а что вы? Просто дай сравню убеждения. Ты зачем хочешь креститься? Думает, они сейчас правильные вещи скажут. Опять же, на нее это повлияло. Сейчас хорошее время обращать людей. Она говорит, ну вот я хочу, я понимаю, что там мало ли что, то есть я хочу быть спасенным, я хочу получить. То есть цель веры, это спасение. Но я скажу так, это такая цель, немножечко в хорошем смысле корыстная. То есть я хочу получить что-то от Бога. Но это нормально, нам по-любому надо хотеть этого от Бога, потому что нам не откуда это больше хотеть. Это здравый меркантилизм, экзистенциальный, да, философский. Но если мы говорим, она мне вторую вещь сказала, которая меня более вдохновила, успокоила, что я хочу научиться брать силу от Бога, хочу познать, что такое глубокие отношения с Богом. Хочу вот этот канал в себе развить и к себе все вот эти трубы подвести. Я говорю, это круто. Ну я просто сейчас бассейнами занимаюсь, я потом трубы подвожу, там у меня какие-то профессиональные вещи, я надеюсь, не понимаю. Подвести источник энергии. Ну так понятно. Турбой достаточного диаметра. И вы знаете, это здорово, что люди говорят здравые вещи, простые, понятные. И спасибо подростки за вас, вы большой пример для меня. Друзья мои, ну два момента еще, которые касаются последнего пункта. Сейчас, знаете, хорошее время спасать людей. Реально. Вот надо сейчас, то есть люди, вот просто, опять же, когда мы отвлекаемся на хорошие дела, многие там и психологи говорят, это в принципе правильно. Вот что сидеть там, слушать средства массовой информации, которые подают информацию, информацию под определенным углом и вызывают панику. Так сознание устроено. Вы не смотрите это, пожалуйста, и занимайтесь делами. Сейчас хорошая возможность. И поэтому, ну, мы время недавно проводили с Сережей, с Мариной, Марина Глушенкова, говорит, я всегда себя вдохновлено чувствую, там на кого-то повлиять, каждый день я говорю, Марина, я так же, то есть я там позвоню кому, сегодня зажидал одного человека, но он выбрал другое. Дела. Ну, пожалуйста, кто выбирает дела? Они не выбирают Бога, так получается, что ли? Мы любим их. Друзья, мы вам снятся сны. Я верю, что сейчас Бог может через сны нормально как бы к нам. Кому что снилось в последнее время? Ой, танки, танки. Где вам сны снятся? А копы, танки. У вас есть убеждения о снах из Библии? Нет, у вас есть? У меня есть четкие убеждения. Я сегодня себя сравниваю. У меня совершенно, вот я могу книгу написать про сны из Библии. Она будет короткая на твоей странице. Давай, Андрей. Мне сегодня сон приснился. Большой-большой рынок, народу много. И цыганка такая, значит, в возрасте, красиво, в таком одеянии. И вся ворвана медали. Хороший яркий сон слушаю, да? Ты разъедел медаль? Дальше. Цыганка. А, ну и все. То есть вот просто такой образ. Ну ты понял, к чему она? Ты умеешь трактовать сны? Да. И к чему он был? Ну, это информация про то, что большое, большое, как говорится, поле вот этого, так скажем, ну, голов людей, которые через средства массовой информации попадают в поле инфо-цыган. То есть, ими просто манипулируют определенными метафорами. направляют, так скажем, к определенному действию. Все? Спасибо, Андрей. Отличный сон. Отличный сон, отличная трактовка. То есть, ты от себя понял, не надо зависеть от инфо-цыган, надо иметь свою голову на крючках. Правильно? Отличная трактовка. Отличная трактовка. Отличная трактовка. Андрею поаплодируем, он правильно исправил сон. Друзья, мне с ним тоже снился сон. И мне снился сон. Давайте я сперва... Ну, вы хотите убеждения насчет соны? Короткие. На самом деле, чтобы вы тоже имели сегодня добрый плод. Давайте вы запишите их, потому что это можно почитать. Смотрите, это Эккельсиастом 5.2, это отрывки я знал наизусть. Иов 33.14.20 То есть первый отрывок говорит о том, что сны на самом деле бывают из-за тревог. Человек просто тревожится. И второй... Нет, давайте второй прочитаем на самом деле. Это классный отрывок. Прочитайте, пожалуйста, этот отрывок, Ален, ты так хорошо читаешь. Иов 33.14.20 Бог творит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей во время тримоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом, если он уразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех гостях своих, жизнь его отвращается от хлеба и душа его от любимой пищи. Спасибо. Спасибо, достаточно. Ребят, но сны это тревоги. Если у вас тревожная жизнь, у меня тревожная жизнь, я много там вкладываю в разные проекты. Вот мне сегодня снилось, как мы с Александром Гончаровым торгуем купелями, я представляю, это такая купель, ее поднимает, и все равно какая-то обшарпанная, тут же ее стукает об забор. То есть я много переживаю за эти купели, но я четко понял, но мне не надо так много переживать, мне надо доверять Богу. Но также отрывок Иова говорит о том, что на самом деле тут и сны, и даже болезни. Самое лучшее для меня время покаяния было, это когда я страдал гипертонией, когда я страдал астмой. Бог меня так сильно смирял. И поэтому, друзья мои, сны либо значат что-то, либо они ничего не значат, либо тревоги, советуйтесь, молитесь. Но если вам Бог послает что-то через сны, это могут быть крутые откровения. Аминь. Я так себя чувствую. Ну давайте будем заканчивать. Еще раз указать два пункта. Ребята, сейчас Бог, я думаю, очень сильно включает. Сережа об этом проповел, в какие-то времена, когда Наполеон нападал на Москву, да еще что-то. Это было классное время для людей, для правителей начать молиться, и что-то начинало происходить. Также и сейчас у нас классное время все эти каналы проверить, что какие Бог нам посылает. Послание, покаяться, и быть готовыми к встрече с Богом, и быть готовым помочь другим людям. Аминь. Ну, друзья мои, тогда последний отрывок, который я хотел, значит, пример из Ветхого Завета привести, это Авен-Эзер. Это тоже, я когда спрашивал, когда готовился к пророку, я думаю, ну, у меня сразу же выстраиваются отрывки, я сразу вспоминаю всякие отрывки. Я уверен, что история из Ветхого Завета, когда только люди учились узнавать Бога, они вдохновляют, и это вот меня особенно уже, ну, сколько лет, наверное, 10 назад зацепило. В то время Бог сильнее проверял себя, были сильнее чудеса. И вы знаете, история еврейского народа, она такая, что, ну, евреи всегда то вверх, то вниз. То вот у них успехи, потом возгордились, падения, вот, но это правда. И вообще даже само Священное Писание, только первая и последняя глава Ветхого Война Завета, это план Бога. Все остальное, это история грехопадения людей. Это тоже правда. И вот, к сожалению, это так есть, это что-то о людях, тем более, надо откладывать в духовность, чтобы устоять. История Самуила, это хорошая история была. То есть, он все сделал правильно, отстоял народ, отстоял веру, они жили счастливо. Давайте вместе прочитаем. Слово Божье, живое и действенное, и отрывок, я это прочитаю вам. Это у нас отрывок Первая Царств, седьмая глава, с 10 по 14 стих. Первая Царств, десятая глава. Ну, еще, седьмая. Первая Царств, седьмая глава, этот я сам прочитаю, с 10 по 14. Это у нас был Самуил, соответственно, история его духовного успеха и его благодарности Богу. Когда Самуил возносился сожжение, филистимляне пришли воевать с Израилем. Но Господь возгремел в тот день сильным громом над филистимлянами и навел на них ужас, и они были поражены перед Израилем. И выступили израильтяне из массива и преследовали филистимлян, и поражали их до места под вверх хором. И взял Самуил один камень и поставил между массивом и между стенами и назвал его Авенезер. И сказал, до сего места помог нам Господь. Аминь. Это называется камень помощи. Вот вы знаете, друзья мои, вот я до сегодняшнего дня дожил, и я могу сейчас здесь поставить Авенезер. Вот до сего момента каждый... Аминь. Продолжение следует...